Учебник Хедвей Учебников, конечно, до того был замечательный стримлайн, о котором, наверное, с благодарностью многие вспоминают, но это уже помнят очень немногие. Итак, Хедвей. Чем он привлек внимание к себе сразу же? Чем он завоевал любовь очень многих преподавателей и взрослых учеников? Тем, что тексты там были актуальны, насыщены тексты, 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 как преподаватели любят работать с текстами. Это наше, российское. Если в учебнике нет длинного текста, это не учебник. Сколько пособий было дисквалифицировано только потому, что тексты были слишком короткие или не понравились. И вот в Хедвей были тексты большие, хорошо проработанные, с огромным количеством упражнений. А еще в Хедвей был с озвучкой. Вот чудо-то заморское. Ведь мы раньше работали только по учебникам немым, без озвучки. Я не говорю о великом священном Аракине, о священной книге всех эмьязов Российской Федерации, который был озвучен достаточно эффективно и жил в фонозалах, как правило. Дома мы его слушать не могли, поэтому ходили в фонолабораторию. Но, надо признать, обычно мы читали, переводили, пересказывали, занимались грамматикой. Иногда, если повезет, лексикой. И вдруг учебник с озвучкой. Какая красота. А еще у него, у чудо-заморское, было видео на ВИЧСках, на тяжелых неповоротливых кассетах. И, конечно, конечно, их пиратели. Пиратели без зазрения совести. Вы помните эти безобразные полосатые видео в учебных классах? Как люди смотрели. Боже мой, какие воспоминания. Прошли годы, прошло не очень много времени. И Хедвей немного ушел в сторону. Ему пришлось потесниться на книжной полке, потому что возник, правильно, файл. English file. New English file. Файлы, файлы, файлы. Почему он понравился многим преподавателям гораздо больше, чем Хедвей, легко понять. Потому что в файлах решалась проблема, которая не очень хорошо решалась в учебниках предыдущего поколения, в том числе в Хедвей. Там было мало диалоговых заданий. И было мало заданий для парной работы. То есть, конечно, можно было почитать, перевести, отучить, отслушать, выполнить упражнения. О чем-то интересно поговорить. Но вот эта мелкая работа, которая очень важна для обучения говорению, когда ты отрабатываешь свою устную речь в парах, в тройках, в микрокруппах, вот этого в учебниках как-то не было. Было такое ощущение, словно каждый учебник был написан для индивидуальных репетиторских занятий. Вот в таком формате и Хедвей, и его предшественники работали просто изумительно. Открываешь учебник, видишь текст, видишь упражнения и пошел. И так Хедвей пришлось потесниться. Так и был бы он, наверное, на вторых, третьих и даже не знаю в каких ролях, если бы не цифровая эпоха, если бы не прошлый год и год нынешний, когда все мы, кто с удовольствием, кто без, окунулись в мир цифрового образования, цифровых технологий. И вот сейчас пришло время для Хедвей пятого издания. К великому сожалению, Джона Сорсов больше с нами нет. Осталась Лис и команда других соавторов учебника. Но имя Джона Сорсов все равно рядом с именем Лис Сорс занимает почетное место. Потому что методика Хедвей, которая была разработана много лет назад, в принципе узнаваема. Но, конечно, авторы не были бы авторами бестселлера и не были бы авторами с большой буквы, если бы они не сделали некоторую работу над ошибками. И один из минусов Хедвей, о котором, конечно, многие знают, и, наверное, многие со мной сейчас согласятся, было вот это отсутствие интерактивности. Какое-то вот такое, знаете, монологично-фронтальное предъявление материала. И вот сейчас, благодаря цифровым ресурсам, это безобразие устранено. Благодаря ресурсу, который вы можете найти или отдельной опцией, или на картонке в учебнике, который называется «Online Practice» и вводится цифровым кодом на отдельный сайт, или, что, конечно же, рекомендуется, в книге для учителя с бессрочной лицензией, у нас к основному материалу учебника, ну, а, конечно, рабочей тетради, если вы ее пользуетесь, содержится огромный пласт интерактивных упражнений. Выполнять их можно в режиме онлайн. Это удобно, это быстро, можно ошибаться, смотреть на ответы, или все вычеркивать, нажимать на кнопочку «Try again» и выполнять все эти упражнения. Они очень разнообразны, с ними работать очень удобно. Некоторые преподаватели, как репетиторы, так и те, кто работает с группой, хулиганят, и в первый год работы с этим учебником пускают учеников в свой онлайн-прэктив. Конечно, авторы этого не задумывали, но уголь на выдумке хитра, и вы можете тоже начать работу с пятым изданием «Хедвэй» именно с такого простого трюка, может быть, и без благословения авторов «Эвокса Денивести Пресс», но вполне легально. Вы можете просто включать на занятии, будь то занятие через Zoom, или занятие в режиме офлайн, через белую доску, ресурс, который называется «Онлайн Прэктив», для того уровня учебника «Хедвэй», с которым вы работаете, просто выводить эти задания для всего общего обозрения, и вот, пожалуйста, класс уже может их решать с доски. Что интересно, и что хотелось бы отметить особо, и о чем, к сожалению, авторы не написали, как следует в аннотации на учебник. С авторами это бывает. Иногда они сами не понимают, что они придумали. На то и существуем мы методисты, чтобы вам это все объяснить. Так вот, что приятно, в «Хедвэй» онлайн-проекте здесь материал построен так, что вы можете бесконечно отрабатывать еще раз, и еще раз, и еще раз столько, сколько вам нужно материал учебника. Вот этого, вот лично мне, раньше очень не хватало. Каждый раз, когда я проходила, как через строй, через эти замечательные, интересные, прекрасные, полезные упражнения, я думала, ну хорошо, ладно, хорошо. А вдруг они забудут? Хорошо, они порешали рабочую тетрадь. А дальше что? Все, теперь вот это, а дальше работает совершенно прекрасно, потому что вы можете, например, прорешав первые несколько разделов, сказать своим ученикам, «Дорогие мои, вернитесь, пожалуйста, в свой онлайн-прэктис и порешайте его еще разок». И тогда уже можно, если хотите, какие-то задания потом на проверку дать на занятии, либо посмотреть, как ваши ученики делают и так далее, и так далее. Вот это очень важный момент. Хедвей, пятое издание. Вообще, зачем эти бесконечные обновления? Мы с вами уже много на эту тему беседовали, и я хочу еще разок выразить свое личное мнение на этот счет. Конечно, хотелось бы, чтобы учебник обновлялся полностью. Но с другой стороны, ведь есть некоторый авторский почерк, есть некоторая методика. У каждого учебника есть свое лицо. Total English, Navigate, File, Headway, Streamline. Старый, старый добрый Streamline. Кто его сейчас помнит, а может быть, кто-то и помнит, и даже использует какие-то материалы из него. Все это очень разное и предназначено для разных категорий взрослых, которые изучают английский язык. Конечно, я не упомянула еще об огромном количестве учебников. Это и Perspectives, это и все остальные спик-ауты, и много-много-много чего еще. И хорошо, что их так много, и замечательно. Может быть, тогда, в начале далеких 90-х, мы, молодые учителя тех далеких лет, были счастливее. То у нас были учебники без озвучки, черно-белые, неинтересные, надоевшие, вдруг красота в цвете, с озвучкой, с видео. Один прекрасный учебник, потом второй прекрасный учебник. А теперь у нас их много. Поэтому последнее, что я хочу вам сказать, кому, наверное, в первую очередь, я бы рекомендовала, зайти на сайт Oxford University Press, жмите на ссылочку под видео, если не знаете, где это, и полистать листалки к Headway. Во-первых, для тех, кто любит тексты, потому что с текстами все там по-прежнему очень хорошо. Тексты большие, интересные, серьезные, с глубокой проработкой. Тем, кто любит работать с видео, потому что видео теперь, особенно если вы взяли себе электронный учебник, который называется A-Students Book, или Classroom Presentation Tool, гулять так гулять, там на электронной странице учебника сразу, как и полагается, в нашу цифровую эпоху есть все встроенные функции, функция проигрывания аудиозаданий, функция проигрывания видеозаданий, можно посмотреть ответы, можно выполнять интерактивное задание, в общем, заходите и посмотрите, как это работает, если не знаете как, пишите под видео вопросы, ответим, встретимся, поговорим. Второй момент. Хедвей, безусловно, понравится тем, кто любит интересное начало нового раздела. Вот если вы такой человек, которому стыдно сказать Open your box, page 35, read and translate, а я постою, помолчу, вот если вам от этого плохо и некомфортно, обратите внимание именно на Хедвей, потому что там придуманы в пятом издании отличнейшая starting page. Вот, посмотрите на нее. И там внизу, обратите внимание, маленькая стрелочка. Watch the video. И вот это видео не просто кусочек документального видео, а это видео в формате вопросов и ответов, каждый из которых, как вы, конечно же, догадались, освещает тему раздела, который мы будем сейчас изучать. Это не единственное видео, там есть другие, в том числе и в онлайн-практис. И еще один момент, кому понравится Хедвей. Те, кто знает меня давно, сейчас ахнут. Простите, коллеги, но жизнь меняется, и мы меняемся вместе с жизнью. Что касалось первого, второго и третьего издания Хедвей, я говорила, боже вас упаси, использовать это со старшими подростками не надо, нельзя, для подростков есть свои учебники. И я и по-прежнему так считаю. Но бывают подростки, которые говорят, пожалуйста, ну только не УГЭ, ЕГЭ и кембриджские экзамены. Ну не надо, я не могу, со мной этим уже занимались. Я хочу просто говорить на английском. Пожалуйста, найдите для меня такую программу. Ну вот, вы нашли, это Хедвей, пятое издание. Он, к сожалению для меня, к счастью для маркетинга от Oxford University Press, помолодел, что, конечно, расширяет его область применения. И если раньше Хедвей был чем-то похож на Navigate от Oxford University Press, Truly Adult Course, только для взрослых. Нет-нет, не подумайте, ничего такого, просто темы были взрослые. Как жениться, как запарковаться, как пройти собеседование и так далее, и так далее. Там не было ничего ни про любовь, ни про какие-то возвышенные материи. Особо не было. Ну немножко, чуть-чуть. Хедвей Advanced, помните? Там были прекрасные аудио и тексты. То теперь Хедвей этого издания помолодел настолько, что открыв его вы сразу видите, «О, это Young Adult Students». И старшеклассники, которые хотят поговорить, которые говорят «М-м-м, не Solutions, не Prepare, не Upstream, не Enterprise. Я хочу вот как-то так». И вот, как-то так, это Хедвей 5 издание. И еще один момент, чуть не забыла, простите, пожалуйста. Если вы иногда, чшшшш, никому не скажу, думаете, а с моим-то английским что? Конечно, семинары, вебинары, куча работы, вроде бы мы плаваем в языке, но-но-но-но-но-но вместе с тем. Так вот, дорогие коллеги, Хедвей 5 издание – это то, что вам надо. И в этой ситуации я однозначно вам рекомендую не брать бумажную книгу, а брать только e-students book и работать с ней. Вы помните о том, что e-students book Vox at University Press – бессрочные. В отличие, внимание, от онлайн-проектис, который рассчитан на 18 месяцев. Да, а что же нам делать, если, например, мы взяли Хедвей для индивидуальных занятий, наш курс затянулся больше, чем на 18 месяцев. И онлайн-проектис раз – и обнулился. Ну, простой, не очень, наверное, одобряемый авторами, но одобряемый практикой вариант – это пустить ученика в свой онлайн-проектис под своим именем, пусть он там пошуршит. Но если вы активно работающий преподаватель, это может быть неудобно. Вы решили воспользоваться своим кодом доступа в онлайн-проектис бессрочным для следующего занятия, а там уже копается какой-то ваш ученик, которого под братья сердечные туда пустили, и что делать. Поэтому я рекомендую вам все же другой вариант. Это вариант отдельного онлайн-проектис дайва, можно купить просто кодом. Здесь есть очень много тонких вопросов. Поэтому, если вас заинтересовала судьба пятого издания Хедвей, который только-только появился, я бы сказала, расцвел ярким светом на нашем ELT-горизонте в России, пожалуйста, пишите внизу под видео, обращайтесь в нашу группу компаний НИАС, обязательно заходите на bookshop247.com, читайте наши аннотации на него. Скажу по секрету, мы пишем аннотации всегда по-своему, потому что знаем, как правило, о чем нас спрашивают коллеги в России. И наши аннотации отличаются от оксовских. Не то, что мы их придумываем сами, нет, конечно. Но просто мы расставляем акценты, учитывая запросы наших российских коллег. Ну вот, я вас пригласила на bookshop247.com, на сайт группы компании НИАС, инжаз.ру, где вас, как всегда, ждут обновляемые, постоянно обновляемые программы. Ими можно воспользоваться, особенно в преддверии нового учебного года. Ну и, конечно, по-прежнему я приглашаю вас в наше зум-пространство, и я рада приветствовать вас в нашем помещении, в нашем зум-центре. Я жду вас здесь всегда. Звоните, пишите, поговорим про Федвай поподробнее. А я, как всегда, желаю вам преподавать и изучать языки эффективно и с удовольствием.